Суровый северный климат и отсутствие городского комфорта, к сожалению, способствуют оттоку населения из отдаленных уголков Ненецкого округа. Но несмотря ни на что, жизнь там продолжается. Один из примеров – село Нижняя Пёша. О плавном течении жизни и искренних радостях жителей этого села расскажем в следующем материале. Это гладь, это крестик. Вот тут бисер такие, гуцы. Белый платье вот так. Вторая половинка еще есть. Уроженка села Нижняя Пёша Галина Семеновна Медведева за свой трудовой путь успела пожить в разных населенных пунктах округа, но все равно вернулась на родную землю. Киномеханик в прошлом теперь все свободное время посвящает рукоделию. Начала я вязать когда? Ну, лет назад уже в возрасте, не рано начала. Вязать, вешивать. Где мама тут учила вязать, да. Где сама, где чего, где магазины купим, где чего, вот смотрим. Так и все, давненько, давненько. Вышивка гладью, крестиком, замысловатые ажурные салфетки, алмазная мозаика. В доме хозяйки рукодельницы буквально каждый уголок пестрит яркими цветами, выполненными в разных техниках. Есть у Галины Семеновны единомышленницы. А так собираемся, у нас от клуба-то нету, так плохо. Фок, ходим, занимаемся, да что такое-то. Мы все равно ходим, женщины, у нас клуб тут есть свой, клуб общения пенсионеров, и ушки называется. Не так давно старое аварийное здание Дома культуры снесли, а новое строить пока не планируют. Но жизнь на селе без культуры немыслима. Поэтому сейчас ДК вынуждена базируется в здании физкультурно-оздоровительного комплекса и делит зал для настольного тенниса со спортсменами. Вот в таких вот условиях пытаемся что-то проводить. Пытаемся, я не знаю, больше-то все переносить на улицы, если массовые мероприятия, если погода хорошая. Потому что там и слышимость лучше, и людей как-то можно более-менее собрать лучше. Потому что, получается, мы проводим в спортивном зале, в ФОКе, там слышимость, акустика ужасная. Вот как-то так. А так в основном вот наш зал. Здесь мы оформляем, делаем оформление и приглашаем сюда людей. В культурном сердце села трудится шесть специалистов, ведется кружковая работа. В сентябре появилось новое направление для детей по коми-языку и культуре. Но особенно ценят юные жители кружок декоративно-прикладного творчества. Техники, ну, всякие разные, пробуем. Почему бы и нет детей, надо все равно чему-то учить. Вот, пытаемся сначала одно что-нибудь такое, потом другое. Главное, чтобы было интересно занять их. Из-за нехватки материала в основном в работе используется бумага. Из нее делают картины, фигурки, панно. Есть свои нюансы с оформлением зала, в котором проходит мероприятие. Разойтись с масштабами оформления, как это было в своем здании, не получается. Но Александр делает все возможное, чтобы создать атмосферу праздника. Ну, зал, да, большой. Мы его как бы напополам перегораживаем. Ну, и уже оформляем прямо вот. Приходится вывешивать какую-то ткань, драпируем. Ну, и там уже в основном все из бумаги делается. Какие-то плакаты, надписи. Все это оформляем уже прямо на эту ткань. Большой зал, да, его много не сделаешь, но нам хотя бы такой задничек, чтобы был закрыт для наших выступающих. Уважают жители Нижней Пёши не только культурную жизнь, но и спортивную. С утра в Большом зале ФОКО проходят школьные уроки физкультуры. А после и до самого вечера начинается работа спортивных секций. Крылатая фраза «в здоровом теле, здоровый дух» здесь как лейтмотив жизни всего села. На селе мы занимаемся спортом очень активно. В принципе, у нас люди идут заниматься спортом. Посещение у нас очень хорошее. Возраст очень разный. То есть, начиная от маленьких и очень взрослые. Такие женщины у нас тоже ходят. Чаще в зале можно встретить представительниц прекрасного пола. Но и мужчинам не чужд спортивный азарт. Особенно в почете у них мини-футбол. Когда было много народу, были взрослых много. А сейчас подтягиваем маленькое поколение, чтобы росли, чтобы в селе Нижняя Перша футбол не заканчивался. В одном из старейших на территории Нинецкого округа сел сейчас проживает чуть больше 700 жителей. И все они знают, что при необходимости могут обратиться к профессионалам своего дела в отделение участковой больницы. Медикаменты у нас в достаточном количестве. На 2021 год еще не было поступления. Ждем. Но запас есть. Стратегический запас противовирусных. Антибиотиков все есть. В этом году как-то у нас и осень прошла спокойная. Сезонных заболеваний не было совершенно. Деточки не болели вообще. Зима, хоть и морозно было. Один-два больных. Но это ведь не скажешь, что болеют. В декабре работникам больницы пришлось экстренно принимать роды. Для этого в медучреждении тоже есть все необходимое. Алгоритм действий отработан. Однако и сами медработники нуждаются в профессиональной помощи. Профилактике и диагностике заболеваний. По медосмотрам у нас в этом году и вот из-за ковида, наверное, к нам бригада не приехала осенью. Вот сейчас по плану они приедут к нам в октябре. План тоже поступил и в сельский совет, и к нам спустили этот план в октябре по всем населенным пунктам и в числе нижней пёши. Ну, мы работаем, конечно, уже второй год без медисмотра. На данный момент в участковой больнице открыта вакансия заведующего отделением. Необходим селу и дом культуры со своей сцены и репетиционными кабинетами. Но несмотря на трудности и особенности жизни вдалеке от города, жители нижней пёши знают цену каждому дню. И пока будет так, будет жить и село.